Субтитры сделал DimaTorzok А вы готовы? Поехали! И на пятом месте у нас располагается прародитель всех ИО-игр, который стал популярен весной 2015 года. Похлопайте вместе со мной. Агарио! Как сейчас помню наши мучения с другом сыграть вместе на одном сервере. Эх, были времена. А ваша цель? Вы являетесь круглешком и вы должны поедать маленькие круглешки. Ну а потом, когда вы вырастите, должны есть других игроков, которые меньше вас. Я опасался, чтобы вас не съели. Чем вы больше, тем вы двигаетесь медленнее. Вот. Также вы можете раздвоиться или кинуть маленькую часть от себя. Потопали дальше. Четвертое натуральное место у нас получает Vertex Online. Или Vertex... Как-то так. Где вы уже свойственно играете в пиксельном стиле. За пиксельного человечка. Есть ли команды с синяя и красная. Вы должны убить других игроков с чужой командой, чтобы получить очки. А также вы должны типа захватывать чужие флажки. Или что-то типа того. Я так и не понял. Впрочем, это оригинально, но игра не затягивает. В середину нашего топа почетное третье место получает Vanario. Вы являетесь круглым, няшным космическим кораблем в космосе. Вы должны уничтожать астероиды, убивать других игроков, чтобы становиться больше. Если вы уже более-менее прокачаны, то вам нечего беспокоиться. Вы не умрете от одной пули. А также следует остерегаться разных планет, о которых вы можете разбиться сразу же, как вы не коснетесь. Большой особенностью является то, что вы управляете не мышкой, а клавиатурой. И только. И это хардкор. Я думаю, вы догадались, какая игра будет следующей. Это любимец публики. Slither.io Или... Слиз... 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 Слизери... В общем... Он расположился на втором месте моего топа. Тут вы играете за мусипусими-мими-мими-мими-червячков. Вы должны есть разные... Фонарики, чтобы становиться длиннее. Вы не должны есть других людей. Должны так, чтобы они столкнулись об вас, а не вы об них. И тогда сможете забрать себе их опыт. Также тут есть скоростной режим, но при его использовании вы будете быстро скручаться в длине. А так это очень эффективно. К плюсам можно отнести офигенную графику и дизайн, наверное, из-за которых эта игра так и понравилась публике. Так. Мне уж не терпится. И... Первое место. Это... Игра, которая будет как глоток ностальгии тем, кто играл в танчики на дэнде. Это... Дед.io. По моему мнению, самая лучшая ИО-игра. С лучшим оформлением, стилем и так далее. Играете вы за маленьких миниатюрных смешных танчиков. Ваша задача отстреливать разные кубики, треугольники, ромбики и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. С каждого вы получаете разную экспу. За получение нового уровня вы можете прокачать себе новую способность. В любом порядке, хочу сказать. И также хочу напомнить, что в других играх не было такого апгрейда. Хоть это и делает игру немного дисбалансной, но мне как-то пофиг. Вам не обязательно убивать других игроков, вы можете спокойно качаться. Также в рандомных моментах вам будут давать перки и линии апгрейда, которые вы можете прокачать. Вы, к примеру, можете сделать, чтобы ваша пушка стреляла очень мощными патронами. Или вы можете поставить второе дуло. В общем, сами выбирайте. Ну, а на этом, опять-таки, всё. Я сказал всё, что хотел, всё показал, огласил. Теперь поблагодарите меня комментарием, лайком и подпиской. С вами был тот самый Алан Капаллан Кидалан. Ну, в общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok